Добрый день, уважаемый коллеги. Вячеслав Альбинович подробно рассказал уже, наверное, по наутилу. Я приведу еще один такой пример, здесь вот шутку он говорил по поводу того, что снять можно было в райкомнское время. Мы только начали заниматься наутилом, сын Аарону в хозяйстве. К нему приехали ребята, студенты. Вы сами знаете, что как сейчас в институтах вообще не преподают, даже нет темы, чтобы осветить тему нового тела. И к нему ребята приехали и проехал он по полям. Они, наверное, у вас хозяйство, нет денег, наверное, вы не покупаете, ничего не плашете. Наверное, все, упадок полнейший. Да не, нормально, зарплата там высокая получаемость. То есть, ну, наверное, еще очень мало людей даже посвящены наутилу. Ну, что касается нашего хозяйства, о рассвет, на сегодняшний день у нас 8,5 векта земли. Все 100% по наутилу. За исключением, если мы сеем сахарную сверху, небольшие площадь от 115 до 400 векта, в зависимости от погодных условий, применяем дисковальный, не в вашем под сверху. Ну, только в этом году, остальные, в принципе, нормальные урожаи были. В основном структуре, что присутствует, озимая вшеница в пределах 4 тысячи гектаров до 4,5. Подсолнечек, 1200-1500 гектаров, укурузы от 600 до 900, ну, там около 700 тысячи гектаров, лен в пределах 700-1200 гектаров с ним, небольшое количество ячменей в пределах 150-150 гектаров, ну, и сахарную сверху я бы сказал. Вот пошел сезон, села, 11 сезон работы по наутилу. Начинали буквально сегодня, где посмотрел, и, по сути дела, вспомнил, мы покупали точно такую селку, начинали с такой же, как у небольшой селки. И, кстати, что самое удивительное, здесь называла цена 3,5-3,700, мы первую селку покупали за 100 тысяч долларов, когда доллар был 30 рублей. 3 миллиона. То есть, так мы покупали 4,3 захода, здесь 6. Так что это очень дешевая селка, можно сказать. И вообще хочу сказать, что для нашего региона, где неустойчивое погодное слое, где рискованное земледелие, сам Бог велел заниматься наутилом. И здесь вот мы, скорее, стояли, могу еще сказать, не только, вот многие говорят, вот только можно сеять по там, где засушили в воду. Нет, ой, мы были в Бразилии, там выпадает 2000 миллиметров осадков. Там сеют. Именно по наутилу, почему? Мы уходим от ветровой элозии, а не уходим от водной элозии. Поэтому, ну, вот здесь вот тема, ноутил, условия засушки. Я бы хотел сказать, что ноутил, наверное, не только для условий засушки в условии. Ну, постоянно очень много всяких катаклизмов бывает. Я вот, допустим, могу сейчас вот по своему опыту хозяйства рассказать на нескольких, о некоторых моментах преимущества наутила по сравнению с другими технологиями. Ну, вот начнем. Главная цель, для чего мы применяем, да, чтобы влагопережение, чтобы как можно сохранить его влагу. Вот мы проверяли на поле, там, где башня, там, ну, черный, черный фон, да, температура в наиболее экстремальные, высокие температуры, когда почва за 60 градусов. Значит, у себя растительные остатки размыкаем на, какой там приборке, на расстоянии. Да, проверяем 26-28. 60 и 26-28. Там, какие могут быть работы там в этом поле, ну, я имею в виду в этой почве, что не механизмы работают, там черви, наверное, все завернутся. У нас все работает. Ну, естественно, долгое время по растительным остаткам сохраняется влага. Второй момент. Здесь, я говорил, по водной эрозии был год, по-моему, 14. У нас на территории первой бригады за час небольшим выпало 118 миллиметров остатков. Да, вода подняла, и наши растительные остатки уплыли. Долго по натразе, если видели, там кукуруза. Ну, увы, но сама почва сохранилась, никаких выемом не было, никаких оврагов, все на месте. Точно надо брать во внимание, если пыльные бурья в зимний период, в летний период, многих там около полей, да дороги все заметают снегом, сугробы, пылью, у нас такого нет. У нас такого нет. Даже вот если по трассе там проезжаем, рядом наше поле с растительными остатками соседнее, в соседии там метет снег, дороги отсыпает, у нас тишь, как будто два мира равных. Естественно, больше снега, больше влаги, меньше... Мы даже заинтересованы, что под фельдеров, там, кто пашет, пыль к нам заносила, пусть дороги у нас почва будут. Так что мы в этом случае с плюсом. Что касается еще одного момента. По вымерзанию. Был год, по-моему, на 12-й год, мы еще не до 100% не перешли, где-то 300 гектаров. 300 гектаров было у нас азийной пшеницы по тисковке. И что самое удивительное, эти 300 гектаров вымерзли. Все, что по наутилу, ничего не пострадало. Далее. По плотности почвы. Было много скептиков, которые говорили, «Да вы что, да на нуле, там же, если не пашется, там не переворачивается почва, там невозможно там ни сойти, ни селка, ничем». Я вас уверяю, вот и четыре назад к нам приезжал Николай Андрей Зеленский с прибором перитометром. Так вот, мы зашли на наше поле, и рядом была соседняя по башне и по тисковке. Зашли на наше поле, там свободно зашел этот прибор, без всяких там проблем. Тяжелее была, плотность больше была на тисковке, а самая высокая плотность была на пахоте. Даже бывают случаи, что в весенний период, когда мы заходим на поле, особенно весенний, идем как по подушке. И что самое удивительное, я вот сегодня Николай Васильевич рассказал, не знаю, от чего это, ну, скорее всего, наверное, там растительная садка достаточно накопили. Если раньше, вот кто сейчас начнет, то есть фермером там заниматься по нулю, еще нет растительной остатки, естественно, будут забиваться сошники, там прикатывающие колеса и так далее. Но сейчас, спустя там 2-3 года, когда будет накопление приемных кататков, мы, ну, если раньше после дождя, там надо было ждать, пока высохнет чуть ли не все поле, там, ну, на высокую глубину. Сейчас в 2-3 часа, если небольшой дождь, как такой, как сегодня, можно заходить спокойно сеять, потому что вот эта подушка свое равно как фильтр. И вообще, по поводу пахать, не пахать, вы знаете, за счет чего, я считаю, что такая низкая плотность. Мы накопили достаточно количества растительных остатков, плюс мы не пашем, мы вообще не трогаем почву, и накопилось такое количество большое каждой вещи, а сами понимаете, что корни, там, подсолнечек на 3 метра глубиной, плюс пшеницы, там, до миллиона метров, как говорят, ну, могу шириться. Ну, настолько много каналов, то есть они высыхают, создаются каналы, затем идет дождь, снег тает, все это проникает в эти каналы сосуды, потом мороз разрывает так, что никакого голова не надо. Зачем вообще пахать? Что касается урожайности, Вячеслав Динович говорил, мы, когда начинали, еще были у нас поля и по наутиву, и по минималке, естественно, сравнивали. Так вот, первый год, когда мы привели селку семиатр бразийского, посели первый год 560 гектаров озимой пшеницы и весной посели 61 гектар ячменя аэрового. Урожайность получили, хотя некоторые говорят, да вы что, первый год там, урожай можно не получить, ниже там, получили на 6,5 центра выше азимой пшеницы и на 5 центров дырового очменя. Ну, это был опыт, тяжело было там, и заходили, как обычно говорят, сей, сей, будешь князь, естественно, рано, она была очень, очень подошли, по нулю, естественно, не пойдешь, не войдешь в ранние сроки. Но, тем не менее, урожай получили выше. Но, что самое удивительное и самое главное, когда посчитали себестоимость, то себестоимость одного гектара по маутилу на 2,5 тысячи меньше, чем по минималке. У нас 8 тысяч это земли, прикинули, 20 миллионов можем сэкономить. И с этого года начали интенсивно менять всю нашу, ну, не те, только силы. Потому что, начиная с малого, с малых силок, подходили к 150, там другие, там, кейсы небольшие. А потом уже, когда в течение 4-х лет перевожились и, по сути дела, сейчас кто звонит, он спрашивает, приобретете сиелки? Я говорю, а можно там еще пару тысяч земли? Достаточно сейчас зуба. Поэтому, что касается экономики, ну, сами посудите, у нас 4 вида техники. Доктора, комбайны, сиелки и пристрелы. Какой шлейф? Вот посчитайте, у кого там дисковые есть, там, варгунки, там, и чего только нет. И сколько запчастей нужно. По ГСМ, если раньше, я помню, в 1997 году пришел, на 6 тысяч гектар зелени мы тратили 600-700 тонн, и 100, может, воровали, да, может быть, да. Сейчас, ну, где-то выходило, там, по 90, по 100 на лектар. Сейчас 27-30. Я думаю, оптимально, тем более, при такой стоимости, своем, как сейчас. Что касается, ну, вообще, появилось много свободного времени. Ну, не то, что свободного, но, по крайней мере, такой интенсивности в работах нет. У нас, знаете, лозунг был еще во времена социализма, комбайн с поля плох борозду, да? Ну, мы же, не пашем, да? У нас все механизаторы, после уборки колоссовых, мы их отправляем на море, там, кому море, на воры, там, вархыс и так далее. После, после села у нас 50% работающих отдыхают в домах и курортных. Зарплата самой высокой районе 35-100 на следующий день, за 9 месяцев. А, что касается других моментов, ну, Вода 2-3, еще будучи, там, депутатом Росовета, почитывал, вообще, по всем хозяйствам экономическую эффективность, экономическую эффективность на 1 вектар. Ну, у нас выходила, там, зарплата на 1 вектар выше, прибыль на 1 вектар выше, валовое производство цены для реализации выше, налоги, я почему-то депутат Англ постоянно за налоги, как дюрал, налоги, особенно НДФЛ зарплат, именно НДФЛ с поев, с выплат на пои. У нас выходило, там, сейчас, в этом году не знаю, а, 1700, в некоторых, там, 70 рублей на гектар, там, 80 рублей венеров. что касается кредиторской задолженности, то кредиторская задолженность самая низкая в районе торгов. То есть, а по основным средствам, по стоимости 1 вектар, у нас, наоборот, стоимость на гектар самая высокая. То есть, кредиторская меньше. То есть, я считаю, это то, что, по-моему, конечно, наутил. И вот, глядя на эти съемки, которые сегодня там, показывают, да, в нашем регионе сам Бог велел заниматься именно наутилом, когда столько проблем и засуха, и все остальные моменты, ну, и всех, наверное, назвал и повышение урожайности, повышение эффективности. Знаете, еще вспомнил один момент, были мы в Бразилии, у него фермера, он уже занимался там, в 10-м году больше 30 лет, а у него на Пекистале стоял памятник плугу и была надпись «Это орудие разорило моего деда». Ну, других слов про наутил больше не сказать нельзя. У меня все спасибо. Виктор Иванович, ну, а все-таки по нынешнему году как культуру себя показали какие результаты, потому что год сложный и особенно пропашные провалились у многих. Что у вас? Я скажу, что, я не сказал, обычно остатки у нас выпадают для нашего региона, для нашего хозяйственного где-то от 320 до 450. Вот сегодня мои специалисты принесли у нас метеостанция за 9 месяцев 184 миллиметра. И основная масса островы была там Яндорфероль, Марк, с обреля почти что никаких осадков нет. Естественно, можно сказать, что хоть ноль, хоть если не будет осадков, урожай особого не ждит. наверное А, кстати, у меня очень хорошая таблица есть, я потом могу оставить. Мне еще давно мои коллеги, мои друзья, профессора с института Ерешко Александр Сергеевич и Бертиков дали такую таблицу таблицу осадков по годам там на период на 100 лет. Так вот, этот год выпал, что он не только засушлив, во сколько еще написано засуха. И что самое удивительное, я потом проверял, там ко мне кто-то приезжал с таблицы по Савропольскому краю, где тоже так, и вот те года через 12 лет назад, они тоже попадают, то есть чередование через 12 лет. И наверное, ну пшеница дала 54 центера, я не сказал, что здесь по району 40 слищем, да, то есть я прикидывал, всегда у нас за последние 45 лет от 12 до 17 центеров урожайные соседа выше, среднерайонное. это же и наше, там еще в ЦСУ наше урожайное, поэтому чуть даже и выше. Наверное, то, что те культуры, которые посеяны были в зиму, где много осадкового было, смотри, зимние осадки и осенние, естественно, до мая там те, которые развивались, они дали устат. Что касается подсолнчиков, если в прошлом году 31, в этом году 18,7, пшеница в прошлом году 61, 62, в этом году 54, тоже меньше, да. Пример по кукурузе приведу, хотя, зная эту таблицу, мы меньше посеяли свеклы, мы меньше посеяли кукурузу, мы меньше посеяли длина, то есть каким-то образом себя обезопасили, но в любом случае, где-то порядка из 8,5-9 тысячи гектаров будет убыточных по этому году. Так вот, по поводу кукуруз, у нас было 6, 670 гектаров, из них в прошлом году к нам от фермеров, от других хозяйств перешло 350 гектаров, а чтобы поле подготовить, подмотить, естественно, надо выжарить хорошо, и вот мы, естественно, задисковали, и получили на эти кучки, посели кукурузу, получили от 5 до 8 центров зитар, сумасшедшая урожайность, но на своих полях, где они были по наутилу, от 20 до 23, казалось бы, да, тоже не урожай, но они, в любом случае, наутил дал возможность получить в 2 с лишним раза урожайность выше. Виктор Иванович, а вот можете рассказать, может быть, особенности технологии, как-то вы меняли, стратегии, когда вы выстраивали на год, заранее знаю, вообще, таблица, это какое-то волшебство, честно говоря, потому что, по большому счету, если каждые 12 лет повторяется климатический рисунок, это очень большой подспорь, нот, когда вы, зная, предполагая, или уже видя, что засушенный год, как вы подстраивали, меняли технологии, вот про тонкости и нюансы вот эти, можете, не знаю, на пшениц, наверное, подсолнечники рассказывать. Трудно что-то придумать, подстроить, главное, больше накапливать растительные остатки. Были моды не только этот год, а 2-3 года назад замечали, что после кукурузы, кукуруза земных францов, пшеница давала гораздо выше. А где больше растительных остатков? На кукурузе. То есть, вот растительные остатки давали возможность дольше сохраниться влаги. То есть, как-то с питанием, например, меньше азотного там питания давать. таких вещей вы делали вот всегда примерно однако или вот подстроить? трудно угадать весной, сколько там, потому что мы даем в основном по мёрзлоталамер на пухе, да, и узнать, что будет дальше, ну, по крайней мере, табличка. По крайней мере, вот это не меняет. Кукурузу. Спасибо. Друзья, есть вопросы про кукурузу так само просто рассказать? Мёрзлоталай вы даете под кукурузу? И по пшенице тоже. Я понимаю. Да. И по кукурузу. Есть ещё вопросы? Скажите, пожалуйста, вы кормите только румом, У нас мы используем на всех посевах под кормку румами, а ещё плюс при обработках у нас есть растворный узел, в случае обработок там и добавляем карболит. Касса не работает? Нет. А ещё какие составы с этим чтобы выделить Сарапольска, Санкт-Петербург, Дианоградске? Что им это делать? Всё в Санкт-Петербурге. Юка, Гром, Таня, Алексеевич. Вы с Санкт-Петербург. Уже Алексеевич пошёл? Да, Алексеевич пошёл. И Виктор Иванович на Алексеевич надежды возлагает. Виктор Иванович, вот мы сюда ехали, Мокриков не смог приехать сюда, ваш коллега, но он сейчас как раз убирает кукурузу и вот рассказал, какая ситуация в нынешнем году у него. Может быть, вот вы сравните, у вас такая же закономерность или нет. У него, вы знаете, там около полутора десятков культур, все в обороте, и вот он сказал, что не удались нут, кориандр в этом году, лён, низкая урожайность он собрал, но низкая урожайность, но правда и градовой повлиял и ещё. Ну, на всех сихии можно уйти, только от града, но уйти никак не спасает, да. Горчица белая дала три с половиной центнера, а жёлтая горчица даже не взошла. И ещё наблюдение. Вот мне кажется, нам важно на наших встречах уже научильщиков не говорить о преимуществах наутила по сравнению с классикой. Это уже, ну, кто приверженный в классике, он, наверное, и останется, и мы бог с ними. А нам надо выявлять выявлять какие-то вот вещи поучительные уже среди сторонников приверженцев наутила. Ну, вот, он сказал, что у него в прошлом году кто-то подпалил поле после упорки анзимой пшеницы. И там сгорело. Вот, растительные остатки сгорели. И сейчас вот он убирает кукурузу там, где сгорели растительные остатки. Вот, казалось бы, там и удобрения. Некоторые говорят, что в первый год потом получишь хороший урагон сжижание. Нифига. 16 центнеров кукуруза он получил с гектара. А там, где стерня нормальная осталась, он после пшеницы кукурузу сел 22 центнера получил. То есть, вот, уничтожение растительных остатков вот таким вот недобором обернулось. Ну, и еще один тоже поучительный момент. В нынешнем году, Виктор Иванович, вы были тогда у него на полях, смотрели экспериментальное поле, где он разбрасывал румом навоз, ну, не навоз, а органическое удобрение на основе птичьего помета, то есть, переработанный. На этом поле он его сейчас убирает. Вы видели, кто был, как оно выглядело, не очень впечатляющее, но, тем не менее, он сейчас получает кукурузы от 35 до 40 центнеров, то есть, практически, ну, в полтора раза выше, чем на обычном поле. Количество осадков с 1 марта по 12 июля было 26 миллиметров выпало, то есть, очень сухой год, ну, вот такие результаты. Вот у вас наблюдения схожи, у вас, понятно, другая зона, другая почва, наверное, все-таки это Октябрьский район, а у вас другой, да? Не, ну, что касается удобрений, птичьего, да, это получительно, это надо еще изучить, и, в принципе, вполне возможно, хотя у нас нет птицефаби, но, по крайней мере, это интересно. А что касается сжигать, не сжигать, мы противники сжигания, мы даже, Вячеслава не знает, в случае там какого-то пожара вызываем, пожар, вызываем специалистов, сельский совет, милицию, пишем заявление с ним, чтобы нашли и наказали. Ну, вы представляете, мы после уборки колоссовых, у нас есть еще, ну, чтобы как можно меньше было, все-таки при комбайне, комбайн идет, механизм где-то остановился, все-таки, это какие-то кучки бывают, мы еще паром по 24 метра привели, и вот мы по диагонали в два следа разравнив растительные остатки и потом еще что-то сжег, то есть мы работу нашли работу всю насмарку, поэтому, и то, что вот я называл температура почвы больше 60 на черном, а почему она после пала не будет, там же тоже такая ситуация, там тоже будет ровнейшая температура и ничего хорошего там нет, там влаги не будет, поэтому, чем больше растительных остатков и чем они равномереннее рассыпаны, тем лучше и больше урожай. Что касается по урожайности, вы назвали, да, то, что там кукуруза 30, там где-то 20, вы говорите, ну невысокий урожай, потому что осадков не было. Что касается остальных, да, по ноту у нас 8 центров, но, наверное, было бы там 12-13, потому что вот именно на том участке, а мы мы все культуры по себе обороту делаем большие массивы, вот 1000 метров нута и все в одном месте, там под солнечем, в другом, то есть упрепленные себе обороты, и как раз в том месте, где нут, в принципе, врат выпал, там у нас лесоколосы ветки вырывало с корнями, и естественно там много высыпалось. 8000 центров нута. Надеемся, что пошлину убрали Индия, там до 30-го пошлина была, сейчас пока еще не определились. Если будет стоимость нута, как в прошлом году доходила до 56-ти и больше рублей, то да, то это хорошо. Себестоимость где-то я сегодня смотрел около 40 рублей, если больше 40 будет, то будем, может быть, по нулю и так выше. Хотя у нас сейчас нута 1250 тонн, из них уже 300 тонн там заказали на семена, по 65 рублей продадим, я думаю, будет нормально. Но я назвал, что где-то 2000 гипер у нас получилось из-за этой засыпки убыточное. Это сверкла 115 гиперов, где-то на 3 миллиона убытка будет, на 115 гиперов это много. Лен урожайность 6,5 центов тоже недостаточно высокая. То есть лен, сверкла, сверкла и кукуруза три культуры, которые у нас, ну и мы заранее меньше их посетили. Так что, в принципе, угадали. спасибо, Есть вопросы Петра Ивановича?